Здравствуйте! С вами снова я, Елена Владимировна Хайнер. В нашем прошлом видео мы говорили о важности богатых сенсорных объектов в обучении начинающим. Для того, чтобы закрепить материал, давайте вспомним о законе погремушки. Ссылку на эти видео вы найдёте в описании к данному материалу. Погремушка помогает малышу направить взгляд на зрительный объект с помощью звука, потому что ребёнок учится распознавать звуки ещё до рождения, а вот зрение он развивает после. Звук помогает ему найти и зафиксировать образ. Именно так, опираясь на уже сложившиеся нейронные связи, мы создаём новые. И вот вам сенсация! Мы ведь привыкли думать, что учить ребёнка читать нотный текст можно только после того, как он научится читать просто текст. Однако освоение музыкальной письменности должно начинаться сразу после того, как ребёнок научился распознавать небольшие и яркие объекты, а именно к 24 месяцам. К этому возрасту малыш уже освоил ходьбу, бег и прыжки, адаптировался к условиям гравитации. Теперь он испытывает огромный когнитивный голод и потребность в развитии новых нейронных узлов. Именно в этот момент можно перейти от возраста погремушек к возрасту активного развития всех сенсорных каналов через прочтение музыкального текста. Текстовая и музыкальная письменность – это две стороны одной медали. Обе системы используют символы для передачи информации, которые необходимо прочитать и интерпретировать. В текстовой письменности – это буквы и слова, а в музыкальной – ноты и ритмы. В обоих случаях важно умение следовать строке символов, чтобы понять и усвоить информацию. Музыкальное чтение развивает фундаментальные навыки, необходимые для текстового чтения. Когда ребёнок учится читать ноты, он одновременно развивает координацию – зрительные, слуховые и моторные навыки. Эти способности создают прочную основу для дальнейшего освоения текстового чтения, делая его процесс более лёгким и естественным. Музыкальное чтение активирует оба полушария мозга. Левая отвечает за анализы, логику, правая – за творчество, интуицию. Это взаимодействие полушарий способствует формированию целостного мозга, где когнитивные и сенсорные функции развиваются гармонично, что особенно важно на ранних этапах развития ребёнка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова